Всем привет! Я проснулась, хотя моя бы воля, я еще часочек бы поспала, минимум часочек, возможно, целый день бы проспала, но, к сожалению, очень много дел, которые нужно сделать, нужно снимать контент. Мне хочется это делать, особенно весной, у меня появляется невероятное желание, какая-то сила, не знаю, вообще весной, мне хочется много чего делать, хочется что-то покупать, как-то развиваться и так далее. Вот, но весной что-то даже и не пахнет, но надеюсь, что в ближайшее время погода исправится. У нас настолько холодно, как не было даже в январе. Дождик льет, как из ведра, хмурая погода и все дела. А еще у меня новое постельное белье, очень красивая здесь простыня другого цвета. И еще четыре подушки. В общем, мне очень нравится, так приятно было спать. Мама купила два одинаковых комплекта. Я маме говорю, все будут думать, что я не меняю постельное белье месяцами просто. Хотя это не так, просто два одинаковых. Я даже маме предлагаю купить еще одно такое постельное белье, например, зеленого или желтого цвета. Там как раз были, для мамочки. Вот так вот, очень приятный на ощупь. А это мой будильник. Теперь приступлю к одному из моих любимых процессов. Процесс создания красивого макияжа. Я обычно люблю не очень яркий макияж, поэтому часто использую вот эту палетку, которую миллион раз я вам показывала. Она от Makeup Revolution. По-моему, называется Naked. Что-то такое, в общем. Вот так вот она выглядит. Она уже старая, потертая, но я ее обожаю. Здесь офигенные цвета, которые просто мои мастхевы. И параллельно здесь смотрю мультик с мешарики на английском. Развиваю язык. С пользой смотрю мультик. Вот за что я люблю своего кота. Я просто делаю макияж и приперся он. И вот так вот лежит, греется. Да, мой сладкий. Вообще, очень люблю, когда животные именно ласковые, любят на ручку. Ну что, сейчас уже совсем другое дело. Сделала себе вот такие косички. Самой себе их плести, кстати, очень сложно. Получилось не очень аккуратно. Но я думаю, на видео не особо заметно это будет. Да-да-дам! Сюрприз! Однако не ожидала, что сегодня мне привезут прямо домой абсолютно бесплатно посылку мою от Шейн. Я сейчас отсниму для вас видео, но выложу в середине апреля. Потому что у меня у подружки день рождения. И я не хочу, чтобы она увидела, что я именно заказала ей. Чтобы это был сюрприз и тайна. Поэтому я отсниму это видео и просто оставлю в архиве. Вот такая вот у нас посылочка. Мне прям так не терпится открыть и посмотреть, что внутри. А за кадром у нас вот такой вот бардак. Но ничего, главное в кадре порядок. Сейчас буду снимать для вас видео. Обычно снимаю, но свою основную камеру от Canon. Это 700D. Я быстренько сходила, смыла макияж. Открыла волосы. Проскрабировала хорошенько лицо. Сейчас пойду на лазерную эпиляцию. Потом хочу немножко походить на свежем воздухе. Погода так себе неплохая. Вот, надо ходить на свежем воздухе. Это очень полезно. Постоянно сижу дома. Никакой физической активности. Поэтому это нужно исправлять. Сначала на лазер. Потом, может быть, пройдусь немножко по магазинам. А потом похожу пешком. В первую очередь решила заглянуть в магазин с моими любимыми каталогами. Точнее, это просто такие огромные блокнотики в формате А4. Стоят они, как и раньше. Вроде есть разные расцветки. Вот эта фиолетовая мне особенно понравилась. Желтая тоже классная. В общем, всего полно. И вроде как цены такие же, как и были изначально. Вот, можете сами наблюдать это. Вот цены здесь отмечены. Все как и было. И затем, конечно же, я пошла выбирать себе новые гей-лаки. У меня дофига всего дома лежит. Ну, прям хочется мне. Когда я их покупаю, у меня поднимается настроение. Долго топталась. Думала, какой цвет брать. Какого у меня нету. Но большинство цветов все-таки у меня есть в палитре. Поэтому я даже не знаю. Хотела чего-то экстремального, необычного. И дома вам покажу, что же я все-таки решила взять. И, конечно же, гель. Вот этот, который сейчас стоит намного дешевле от Рунейл. Здесь у них такая палитра. Кстати, я жалею, что я не взяла молочный. Молочный тоже мне нужен. Я уже дома. И давайте вам покажу, что я купила. Во-первых, я купила очередную флешку. Потому что я посеяла еще одну свою флешку. Не знаю, куда я ее делала. В общем, потерялась она у меня. Вот такая вот флешка на 32 гигабайт. Я хотела на 16, но не было. И еще я купила кое-что, что я очень люблю. Взяла гель от Рунейл. И он говорил, что он сильно у нас подешевел. Поэтому я решила взять. Хотя у меня в запасе есть уже два. Которые я покупала по 6 монат. А это 4,90. Вот, решила взять. И хоть у меня до хрена цветов, я решила взять еще три оттенка от Джефф. Мне настолько понравились они. И взяла три цвета. Не знаю, как вам показать цвета. Потому что у меня типс нету. Я не знаю, на чем тестить и показывать. Давайте на своем ногте сверху. Потом сотру. Оттенок настолько круто переливается, что он даже не фокусируется. В общем, это темно-фиолетовые такие блестки. Супер переливается. И самое главное, блестки очень плотные. Я хочу этим цветом рисовать френч. То есть такой блестящий френч фиолетовый. Ну как вам? Мне очень нравится. Это правда в один слой. И так быстренько-быстренько на этот цвет. В ближайшее время ждите обязательно мой маникюрчик новый с этим оттенком. Я даже не сушил, но блестки у меня не отошли. Посмотрите, что произошло с моим ноготочком. Давайте больше не будем портить мои ноготочки. Я вам просто вот так вот покажу второй цвет. Я уже давно хочу себе что-то неоновое. Сомневалась между желтым, розовым, зеленым. И в конце становилась на таком вот оранжевом. Это 101 оттенок. Тоже буду делать какой-то яркий себе маникюрчик. И последний это вот белый. Самый обычный белый. Под слайдер или просто когда френч буду делать себе белый, буду его использовать. Не знаю, хорош он в использовании будет или нет. Вроде как гель-лаки недорогие. Бюджетные. Но как вы видите, я довольна. Мне нравится эффект. То, что у меня получается. Носится все. Вот меня устраивает. Поэтому мою коллекцию пополняет еще три оттенка новых гель-лаков. Возвращаюсь к вам уже на следующий день. Сейчас искупалась, встала. Думаю сейчас снимать мукбанг. Немножко полежала, посмотрела прямой эфир в тиктоке. У нас в изображении вообще принято, что мастера маникюра сидят в прямом эфире в тиктоке и показывают процесс своей работы. И я заодно и следила. Даже не заодно. Все делают так. И меня удивляет очень спокойствие клиентов. Она использует один такой старый изношенный баф. Вот видно, что бафы, наверное, не знаю, год. Потом кусачки. Видно, что ничего не стерилизовано. Здесь фреза. И она это все показывает. Я ей написала, то есть, ну, сообщение, да, написала, говорит, почему вы не стерилизуете? Это же здоровье человека. И она просто взяла меня и заблокировала. И вот просто обращение к моим девчонкам, кто реально ходит по салонам. К сожалению, у нас в Азербайджане к этому как-то очень просто относятся. И даже не задумываются, какие проблемы может вызвать вот это вот, ну, халатное отношение ко всему этому. Ладно, человек там где-то там дома пилит, там кому-то, да, в прямом эфире показывает процесс. Причем ничего не стерилизованное, все видно, что использовано и так далее. То есть, никакой речи вообще о стерилизации даже не идет. И люди не спрашивают. Девочки, если вам дорого ваше здоровье, не думайте, что это мелочь. То есть, через ногти может перейти и гепатит, и всякие другие заболевания. И потом лечиться с этими заболеваниями гораздо сложнее, чем ходить просто без маникюра. Поэтому я вас очень сильно люблю. Лучше делайте дома. А если вы делаете не дома и хотите ходить в салон, лучше выбирайте хорошие салоны, где реально стерилизуют все инструменты. В противном случае это может просто обернуться какими-то серьезными заболеваниями. Это не мелочь. Но для начала нужно выложить мукбан, который я смонтировала вчера. Кстати, насчет компьютера. Я настолько довольна этим компьютером. Он мне очень нравится и ускорил мою работу. Мой вам такой небольшой совет. Если вы собираетесь покупать компьютер, на этом точно экономить не стоит. Я думала, что если стол у меня будет побольше, на нем точно у меня будет порядок и все будет помещаться. Ничего подобного. В общем, сейчас я сяду делать новиночку. Наверное, в этом каталоге, чтобы закончить его. Вот два у меня таких каталога. Какие красивые здесь коллекции. Гляньте. Это приготовь коллекция. И вот здесь у нас будет новинка. Ну что, буквально за 10 минут я нарисовала вот такую вот красоту. Это у нас будет комната для бедного соседа. Вот такие вот обои типа. Сейчас приклею плинтуса. И сделаю пол. А для богатого соседа будет немножко другой дизайн. В общем, все увидите на моем бумажном канале. Ссылочку я оставлю внизу. Переходите и подписывайтесь.